Рембрандт Ван Рейн Рембрандт Харменс Ван Рейн, 1606-1669, голландский художник, крупнейший представитель Золотого века голландской живописи. Рембрандт родился в состоятельной семье в Лейдене. Он с детства интересовался живописью и в 13 лет поступил в обучение к лейденскому художнику Якову Ван Сваненбюрху. Затем он учился в Амстердаме у Питера Ластмана, а вернувшись в Лейден, завел собственную мастерскую. В 1628 году он написал картину «Художник в своей мастерской», которая, возможно, является его автопортретом. В 1631 году Рембрандт переехал в Амстердам и занялся портретной живописью, которая привлекла к нему множество состоятельных заказчиков. Одновременно Рембрандт пишет серию автопортретов, где изображает себя в разных необычных одеяниях. Вскоре он женился, и его жена Саския стала одной из главных его моделей. В этот счастливый для художника период он запечатлел себя и жену на картине «Блудный сын в таверне». В 1642 году Рембрандт создает свою самую масштабную работу «Ночной дозор». После этого в его жизни началась темная полоса, ознаменованная личными утратами и падением интереса публики к его картинам. Однако именно зрелые произведения Рембрандта отличаются высочайшим уровнем мастерства Артаксеркс, Аман и Эсфирь, 1660-й, Отречение апостола Петра, 1660-й, Возвращение блудного сына, 1666-й, 1669-й, Еврейская невеста, 1665-й. Настоящее признание соотечественников пришло к Рембрандту лишь в XIX веке. Именно в это время голландцы стали тосковать по Золотому веку, как по навсегда ушедшей эпохе величия и процветания страны. Появилась потребность в национальных героях и славного прошлого. Фигура недооцененного гения, умершего в нищете, как нельзя лучше соответствовала общественному запросу. Миккиель Роском Аббинг. Рембрандт – необычное в Голландии имя, и это позволило художнику подписывать картины одним лишь именем, а не фамилией или инициалами, как это было принято. При жизни Рембрандт был широко известен не только как художник, но и как гравер. Он создал множество афортов на библейские, мифологические и бытовые темы, а также серию портретов нищих и автопортретов, где он изображал себя с разными выражениями лица. Картина Рембрандта «Ночной дозор» на самом деле называется «Выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбюрга». Однако полотно с течением времени так потемнело от копоти, что у зрителей не оставалось сомнений в том, что дело происходит ночью. Только после расчистки оригинальной живописи в 1947 году стало ясно, что картину было бы правильнее назвать «дневным дозором». Перед историками искусства остро стоит проблема определения авторства Рембрандта, так как многие произведения, которые ему приписывали на протяжении веков, на самом деле были выполнены его учениками и подмастерьями. В 1968 году был создан исследовательский проект «Рембрандт», в рамках которого ученые проверяли подлинность творческого наследия художника. Знаменитая Даная Рембрандта, хранящаяся в Эрмитаже, в 1985 году подверглась нападению вандала, который выплеснул на полотно серную кислоту, а затем порезал ее ножом. В результате почти треть картины была сильно повреждена, и хотя работы над восстановлением начались немедленно, многие не верили, что Данаю удастся спасти. Реставрация длилась 12 лет, и в 1997 году картина была возвращена в выставочный зал. Ныне она защищена от актов вандализма бронированным стеклом. Рембрандт ван Рейн, великий голландский живописец. Не будем анализировать всю его жизнь, обратимся лишь к ее финалу, к его великому завещанию, картине «Блудный сын», который хранится в Эрмитаже. Рембрандт жил в XVII веке. Это поразительное время в истории Голландии. Голландия была совершенно особой страной в Европе. Она победила Испанию в войне за свою независимость. И это была протестантская страна, не католическая. Поэтому все ценности здесь были связаны с тем, что мы сегодня называем средним классом, со средней зажиточной буржуазией. В Голландии совершенно отсутствовали обычные европейские заказы на пышные религиозные сюжеты, на пышные картины, украшавшие дворцы. Голландия должна была насытить искусством дома. И Голландия очень любила изображения своей собственной жизни на картинах. Самих голландцев, их домов, их быта, их уюта. Этих художников принято называть «малыми голландцами». Их стали называть «малыми» по всей вероятности по отношению к великому голландцу, а именно к Рембрандту. Трудно сказать, насколько это справедливо и вообще справедливо ли это. Просто они были школой, у них были общие художественные ценности, общие культурные ценности, а самое главное, у них были общие этические ценности. А Рембрандт был совершенно другой, не такой, как они. Рембрандт был так велик, что ни один из голландских мастеров не может сравниться с ним. Однако эта протестантская страна была богата достойными внимания и талантами. Многие из них работали в области окрашенного юмором бытового жанра, зародившегося, как мы помним, в средневековой миниатюре и развитого затем Брейгелем, в чьих сценках из крестьянской жизни предстали свойства самой человеческой натуры. Эрнст Гомбрих. Если сейчас сравнить любую из картин Рембрандта, написанную им после 1634-1635 годов, с любой из голландских картин, возникает недоумение. Неужели эти люди могли жить в одно и то же время? Так называемые малые голландцы, такие как Терборг или Питер де Хох, или такие мастера натюрморта, как Хеда или Ван Бейерин, любили изображать поверхностный мир жизни, поверхностный мир вещей, их тихую, неторопливую, совершенную красоту. Ту красоту, которая была востребована большинством голландцев, которые устали от беспощадной войны с испанцами, голода, холода и революционного пафоса. Когда Голландия стала замечательной буржуазной страной, когда она стала руководить европейской торговлей, когда их корабли браздили моря всего мира, голландцам хотелось уютной, сытой, красивой, пристойной жизни, что они и изображали на своих картинах. Они придерживались определенных жанров живописи, натюрморты, изображения домов, портреты, пейзажи. Рембрандт тоже писал портреты, натюрморты и пейзажи, но это были всегда не только и не совсем портреты и пейзажи. Этим он очень отличался от всех своих современников. Его страсть, его внимание, его внутренний интерес были сосредоточены именно на той религиозной живописи, заказы на которую в Голландии 17 века в протестантской стране были совершенно непопулярны. Он обладал шекспировским даром мысленного перевоплощения, умел предугадывать поведение человека в любой ситуации. Этот уникальный дар проявился в его композициях на библейские темы. Будучи верующим протестантом, Рембрандт, конечно, постоянно перечитывал Библию. Он проникался духом библейских эпизодов и силой внутреннего зрения доводил их образы до предельной ясности. Эрнст Гомбрих Взглянем на один из многочисленных автопортретов Рембрандта. Его можно назвать «Человек на все времена». Он стоит перед нами в рабочей робе, с руками, спрятанными за пояс, в какой-то странной шапке лопухом и очень внимательно смотрит на нас, на людей, которые проходят перед ним ежедневно. А, скорее всего, он пристально всматривается вдаль вне времени. Он чувствует себя на какой-то точке, где соединяются момент написания портрета, то есть определенное время, и бесконечное время, которое он видит перед собой. Действительно, Рембрандт ван Рейн принадлежит времени, и чем больше мы всматриваемся в его творчество, тем больше вопросов вызывает у нас эта личность. Как заметил Юрий Михайлович Лотман, всякая культура структурирована. Она имеет свою классическую школу, свои художественные принципы. Но обязательно в этой структуре есть издержки. Вот такой издержкой голландской классической школы был, несомненно, Рембрандт ван Рейн. В искусствознании принято называть этих художников малыми голландцами, а Рембрандта — большим голландцем. Но это неправильное разделение. Они не были малыми, а он не был большим. Просто он был другим, совершенно другим. Рембрандт не делал записей, как Леонардо и Дюрер. Его суждения не передавались из уст в уста, как высказывания всеми почитаемого Микеланджело. Он не оставил ученые переписки, как Рубенс. И все же его личность раскрывается перед нами с исключительной глубиной, недоступной никакому слабесному выражению. Речь идет об автопортретах Рембрандта. Он писал их на протяжении всей жизни. Начиная с молодых лет, когда был преуспевающим и даже модным живописцем, вплоть до глубокой старости, когда на его лице отпечатались и горечь одиночества, и трагедии банкротства, и несломленная воля великого человека. Эрнст Гомбрих. И жизнь Рембрандта отличается от обычного хода жизненной программы. Как будто бы для него была выбрана специальная судьба, которую он прошел до конца. Именно поэтому, бесконечно желая соединить себя с голландской школой, иметь заказчиков, выполнять заказы, он очень быстро понял, что это просто невозможно в силу его абсолютной инакости. Картины на библейско-евангельские сюжеты составляют две трети его творчества, в то время как голландцы картин на эти сюжеты не писали. Для Рембрандта важна была тайна не только человеческого бытия, но и исторические тайны. Он был женат на одной из наследниц самого большого состояния в Амстердаме – Нассасский фон Элленбюрх. Поэтому он мог себе позволить многое из того, что вне этого брака он бы позволить себе не мог. А страстью его был базар, амстердамский базар. Он очень любил ходить на амстердамский рынок, потому что там можно было найти удивительные вещи, и он эти вещи разыскивал. Это были старинные арабские рукописи, которые он не мог прочитать, но по которым он просто водил пальцами для того, чтобы ощутить все эти письмена, гладил обложки. Он покупал изумительные старинные древние ткани, оружие, мебель, даже животных. Его завораживало время, которое жило в этих вещах, превращая их в прекрасные, как мы сейчас бы сказали, артефакты. В поэме, опубликованной сразу после смерти Рембрандта, описывается, как он обходил амстердамские рынки в поисках любопытных вещиц. Особенно его интересовали доспехи, шлемы, японские кинжалы и меха. Итальянский биограф в 1686 году сделал запись о том, что Рембрандт также покупал старые ткани, если они казались ему живописными, и развешивал их в своей мастерской среди старинного и современного оружия. Миккиель Роском Аббинг. «Блудный сын». Завещание Рембрандта. Практически последняя картина, которую он в своей жизни написал. Так, во всяком случае, историки искусства датируют эту картину. 1669 годом, годом его смерти. Есть предположение, что к сюжету «Блудного сына» Рембрандт обращался неоднократно. У него есть афорты с таким же названием. Вообще, надо сказать, что эта тема была довольно широко распространена в XVI-XVII веках. Очень интересные картины на эту тему были написаны Босхом. И Рембрандт обращался к этой теме также неоднократно. Более того, у Рембрандта есть знаменитая картина. Даже те люди, которые мало знают Рембрандта, эту его работу знают хорошо. Называется она «Автопортрет с Саски на коленях». Написана в 1635 году. Выставлена в Дрезденской галерее. Считается, что эта картина также написана по сюжету «Блудного сына». Но сюжет этой картины такой. Блудный сын проматывает состояние своего отца. И художник изображает как раз момент его загула и кутежей. Исследователи считают, что эта картина может быть одним из вариантов «Блудного сына». Когда вы смотрите на автопортрет с Саски на коленях, который исследователи считают одним из вариантов «Блудного сына», создается впечатление, что Рембрандт запечатлевает мгновение, когда он смотрит на нас, ликующий, счастливый, когда он нам говорит «Присоединяйтесь к моей радости, к моей любви, к моему тайному наслаждению, к моей тайной жизни, и посмотрите, какая у меня прекрасная жена, как я живу». Саския ван Элленбюрг 1612-1642 – жена Рембрандта, которую он изобразил на множестве картин, рисунков и афортов. Саския родилась в знатной семье. Ее отец был бургомистром в Леувардене. Она вышла замуж за Рембрандта в 1633 году. У супругов родилось четверо детей, но трое умерли вскоре после рождения. В возрасте 30 лет Саския умерла от туберкулеза. Их сын Титус также умер молодым. Ему было 27, что окончательно подорвало силы Рембрандта, который пережил его лишь на год. Возвращение блудного сына – это финал библейской истории, когда молодой человек, уйдя из дома, промотал все состояние, многого хотел, ничего не добился, пытался начать сначала и снова не мог добиться ничего. По всей вероятности, ему мешали необузданные внутренние страсти. Путь его был, видимо, очень тяжелый, потому что тот человек, который пришел на порог отца своего, тот человек, которого описывает Рембрандт, имеет бритую голову каторжника. Может быть, каторга была за его спиной. На картине мы видим человека, стершего подошвы ног своих, то есть, образно говоря, абсолютно неспособного идти дальше. И он приходит на порог отца своего, того, чьи надежды он не оправдал. Речь даже не о том, что он растратил отцовское имущество, он просто не оправдал отцовской любви, отцовских надежд. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 11-17. Рембрандт – изумительный рассказчик. Он всегда строит драматургию своих рассказов гораздо интереснее, нежели малые голландцы, потому что те изображают кукольные дома. Они не столько рассказывают, сколько показывают марионеточных, застывших персонажей на картинах. А у Рембрандта есть всегда живой рассказ о происходящем. Более того, этот живой рассказ о происходящем очень часто использует то, что повествовательная драматургия в изобразительном искусстве не использует, а именно паузу. Сын, вернувшийся к порогу отца своего, растративший все, весь запас своих сил, своих средств, своих амбиций, разочаровавшийся каторжанин. Страшный финал жизни. И отец выходит к нему навстречу, и сын молча преподает к отцу, и отец в свои руки кладет на его спину. Рассказывать о живописи Рембрандта очень трудно, как и о всякой настоящей живописи, а не просто о раскраске поверхности. Это свечение, как будто из тьмы выхватывается золотым лучом картина света. В этом золотом луче загораются, зажигаются и пламенеют алое на плечах отца, золотистое тряпье на теле сына, и этот странный профиль, почти в обморочном состоянии, прильнувший к отцу. Эти руки отца на спине сына. Многие картины Рембрандта, особенно поздние, например, снятие со креста или некоторые афорты, как ни странно, больше ассоциируются с внутренним миром Достоевского, нежели с современниками Рембрандта. В мировом искусстве есть картины, которые больше, чем живопись. Вот картины Рембрандта это больше, чем картины. Они выходят за пределы просто живописи. Рембрандт написал картину о том, что такое грех и милосердие. О чем думал художник, когда ее писал? Вероятно, о том, что он, блудный сын в этой жизни, надеется получить у отца своего прощения, тихое прощение и милосердие. Картина никогда не была забыта. Один из самых последних откликов на эту картину, один из финалов фильма Андрея Арсеньевича Тарковского «Солярис». У него в фильме несколько финалов. И один из них — это возвращение Криса Кельвина на Землю с планеты Солярис. Крис Кельвин, который остался на станции в Мировом океане, возвращается в дом своего отца, метафизически возвращается. И Тарковский строит это возвращение, этот финал, по композиции блудного сына Рембрандта. Крис Кельвин стоит на коленях перед своим отцом, и даже поворот головы у него такой же, как на картине Рембрандта. Он также упал на колени, блудный сын вечности и вечного пространства, покинувший землю, свой дом, упал на колени перед своим отцом. Это тема блуждания и возвращения, греха и милосердия. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 20-24. Субтитры создавал DimaTorzok